Здравствуйте, уважаемые участники нашего вебинара. Меня зовут Марина Коваленко, и я модератор сегодняшнего мероприятия. Сегодня мы проводим вебинар для учителей и учащихся по русскому языку на тему «Языковые нормы на ЕГЭ и новые пособия издательства «Легион». Проводит наш вебинар Татьяна Николаевна Глянцева, кандидат психологических наук, преподаватель колледжа, автор пособия издательства «Легион» по русскому языку. С графиком дальнейших вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. Для этого вам нужно зайти в раздел «Вебинары», выбрать предметную категорию «Русский язык» либо «Литература» и там уже ознакомиться с планом вебинаров. Также вы можете воспользоваться функцией «Запланировать участие». В этом случае вам нужно указать адрес вашей электронной почты, и накануне вебинара вам придет напоминание о том, что вебинар скоро состоится, и ссылка для входа в вебинар. Также все материалы проводимых вебинаров мы размещаем на нашем сайте. Сегодня вечером мы вам опубликуем презентацию, которую вам любезно предоставит наш автор, и также будет доступна видеозапись этого вебинара для просмотра и для скачивания. Все материалы мы размещаем бесплатно. Мы будем только рады, если они вам помогут, если облегчат вашу повседневную работу. Мы будем очень рады за это. Если у вас возникают вопросы по поводу вебинаров, пожелания какие-то, вы можете прислать их на электронную почту вебинарсобаколегионрус.ком. Мы обязательно всем ответим, и обязательно к сведению примем все ваши пожелания. Единственное, что я хочу сказать, у нас нового, это новый способ, так, не способ, способ выдачи сертификатов. Теперь все сертификаты, ну, как они у нас и остаются бесплатные, но сейчас для того, чтобы получить сертификат, во-первых, нужно правильно заполнить анкету при входе в вебинар, обязательно правильно указать адрес вашей электронной почты, и обязательно проверить ваши фамилии, имя, отчество, потому что все данные этой анкеты берутся в сертификат. Также, ближе к концу вебинара мы на странице «Опрос», это справа от вкладки «Трансляция», там, где сейчас вы меня видите, ближе к концу вебинара будет размещен, размещены два вопроса. Мы просим их вас ответить на эти вопросы. В общем, сертификаты выдадим тем, кто правильно заполнит анкету при входе в вебинар, и кто ответит на эти вопросы. Вот, если у вас будут возникать, повторюсь, вопросы какие-то, то вы пишите мне в чат, я обязательно на них отвечу. И не переживайте, если вы все правильно заполните, правильно ответите, сертификат вы обязательно получите. Наш вебинар сегодня пройдет с 15 до 16.30 по московскому времени. Я буду все время с вами в чате под именем модератор. Отвечу на все ваши вопросы, пожелания, помогу решить технические проблемы. Вот, ну что ж, я желаю вам приятной работы и передаю слово нашему автору. Здравствуйте, уважаемые коллеги. За окном уже осень, за партами перед нами следующее поколение старшеклассников, а перед нами вновь стоит задача подготовки выпускников к единому государственному экзамену. Мы, конечно же, уже все познакомились с новой демоверсией экзамена, увидели, что изменилось, что осталось прежним, и, конечно же, обратили внимание на то, что практическая направленность заданий экзамена растет от года к году. Теперь задача не проверить знания выпускников по учебной дисциплине «Русский язык», а оценить сформированность компетенций и, прежде всего, компетенций языковой. Сегодняшние школьники, а завтрашние наши выпускники, затем студенты, молодые специалисты должны во время экзамена продемонстрировать, насколько хорошо они владеют языком в практическом плане, насколько грамотно, то есть в соответствии с литературными нормами, они могут строить свои фразы, употреблять слова, произносить их, а также создавать тексты. Наверное, пришло время говорить уже о русском языке и литературе не как о школьных предметах, знания, по которым мы проверяем на выходе. И языковые умения рассматривать не как специфические какие-то умения, которые применяются в какой-то конкретной сфере нашей жизни. Пришло время рассматривать язык и литературу гораздо шире. Язык – это часть нашей культуры. Он пронизывает насквозь нашу жизнь во всех ее проявлениях. Ученик, выпускник, у которого не сформированы языковая и коммуникативная компетенции, будет плохим студентом, а затем будет недостаточно компетентным молодым специалистом. Поверьте, в учебных планах средних профессиональных учебных заведений и высшей школы предусмотрено гораздо меньше часов на изучение русского языка, чем в 10-11 классах школы. Тем более, обучение русскому языку в системе профессионального образования строится все-таки на ориентации профильной. А профильная направленность невозможна без базовых знаний. Она не имеет смысла без базовых знаний и умений по русскому языку. Поэтому сейчас главная задача любого учителя-словесника, который занимается подготовкой своих учеников к Единому государственному экзамену, является работа, направленная на практическое овладение всеми литературными нормами. Орфографическими, пунктационными, лексическими, грамматическими, стилистическими и всеми-всеми-всеми. У нас с вами появились новые пособия, которые выпустило издательство «Легион», которые направлены на то, чтобы помочь учителю и немножечко облегчить эту сложную работу. Итак, давайте обратимся к презентации и посмотрим на книги. Первая книга, да, первая книга, которая вам, возможно, уже хорошо известна. Это книга «Русский язык. Нормы речи». Пособие направлено на формирование языковой и коммуникативной компетенции. Это третье переработанное и дополненное издание этой книги. Книга является частью учебно-методического комплекса «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». И слова Сократа, которые вынесены на обложку, наглядно иллюстрируют общую направленность книги и общую направленность единого государственного экзамена по русскому языку. Вторая книга абсолютно новая. Она имеет прозаическое, практическое название «Русский язык. Нормы речи. Практикум». Ее подготовила та же команда авторов, и рассчитана она как на дополнительное использование вместе с первым пособием, так и на самостоятельное плавание. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это возрастная категория читателей. Несмотря на то, что в аннотации к книге «Нормы речи» написано, что книга предназначена для школьников, для студентов колледжей и вузов, а также для широкого округа читателей, тех, кто хочет повысить уровень своей речевой культуры, нас прежде всего интересуют все-таки учащиеся 10-11 классов. Поэтому в книге есть подзаголовок 10-11 класса. Этот же подзаголовок, вы видите, стоит и на практикуме. Я считаю, что работу по изучению норм литературного языка целесообразнее начинать все-таки и организовать в 10 классе, потому что у нас есть достаточный запас времени, когда мы можем никуда не торопясь овладеть нашими учениками основными нормами литературного языка – орфоэпическими, лексическими и грамматическими. А затем уже в 11 классе совершенствовать наши знания и учить практически применять их в процессе речевой деятельности, в частности, при написании итогового сочинения и сочинения на ЕГЭ. Теперь к вопросу об использовании обеих книг. Здесь хотелось бы отметить следующее. Оба пособия взаимосвязаны и дополняют друг друга. И качество нашей обучающей деятельности возрастает вдвойне, если мы используем одновременно обе книги. Однако тот, кто работал с 10-ти классниками в прошлом году по книге «Норма речи» может свободно продолжить работу в этом году уже с 11-ти классниками, с теми же детьми, работу при помощи практикума. Мы можем повторить наши знания, мы можем систематизировать, мы можем отработать умения и проконтролировать при помощи книги «Практикум» освоенность компетенции. Итак, мы рассмотрели с вами, когда, с кем и зачем можно и нужно работать, используя пособия «Нормы речи». И теперь нам осталось ответить на извечный русский вопрос «Что делать?». Итак, что нам делать с пособиями «Русский язык нормы речи» и «Нормы речи практикум»? «Что ценного они нам могут дать?». А ценного они нам могут дать предостаточно. Начнем с необычного формата книг. «Практикум» сделан в формате тренировочной тетради, что существенно повышает эффективность работы нашей с вами. Сегодняшние школьники, вы, наверное, заметили, не очень любят писать в тетрадях, да и вообще они не очень любят писать, они больше привыкли к клавиатуре, поэтому выполнять задания можно прямо в книге. Формат тренировочной тетради нам это позволяет. Пособие «Нормы речи» сделано и выглядит тоже нестандартно. Содержит это пособие как теоретические сведения, так и практические задания, которые выстроены с учетом возраста и интересов современных школьников, то есть доступно, увлекательно, с элементами занимательности и юмора. Кроме того, информация преподносится списочно в виде большого количества разнообразных схем и таблиц, что существенно повышает эффективность и упрощает ее восприятие. При составлении данного пособия авторы учли исследование современных психологов в области возрастной психологии, потому что книга учитывает клиповый характер восприятия современных подростков. Поэтому информация дается небольшими объемами, сопровождается разнообразным иллюстративным материалом, и в книге так много различных окошек. Например, окошко под названием «Нота Бене» фиксирует внимание наших учеников на самом главном, на формулировке норм, на различных правилах, то есть на том, что необходимо запомнить. Окошечко же с веселым смайликом, наоборот, позволяет отдохнуть, отвлечься и показать, что учить язык – это не только интересно, но еще и весело. Материал для запоминания также дается в окошках «Запомни». Выглядеть они могут очень по-разному. Иногда в этом окошке содержится целая норма, норма построения и функционирования, разрядов каких-то. Иногда это могут быть отдельные формы, которые нужно запомнить, или отдельные слова. Посмотрите, как здесь. И употребление слова «яство». И написание часто сопровождается ошибками, поэтому мы предлагаем запомнить это слово и объясняем, почему оно пишется именно так, историю этого слова. Если мы запоминаем произношение слова, то это слово дается нам в составе веселого стихотворения. И при запоминании у нас подключается еще ассоциативная и слуховая память. Почему был выбран такой необычный формат подачи теоретического материала? Каждая следующая страница пособия не похожа на предыдущую. Материал дозирован, максимально проиллюстрирован занимательными примерами, историческими примерами, шпаргалками-запоминалками, разнообразными в окошках. Эти окошки расположены тут же на этой странице книги. Мы что, не можем с вами убедить наших учеников или заставить выучить теорию и ответить нам ее? Мы что, не можем составить с ними конспект вместе под нашим руководством, а затем опросить теорию? Мы, конечно же, можем все это проделать. Однако коэффициент полезного действия от такой работы будет невелик. И прежде всего потому, что современные дети по-другому устроены. При всем нашем старании и педагогическом мастерстве они нас просто не услышат. И это происходит не потому, что они глупые или неразвитые, а потому, что они просто другие. У них другая организация мозга. Современные нейропсихологи утверждают, что мы и наши дети отличаемся по нейропсихологическому состоянию. И отличие это идет именно в процессе формирования образов. Если вы, коллеги, примерно моего года рождения, то вы помните, как в нежном возрасте мамы и папы читали нам книги. Мультфильмы, передача в гостях у сказки шли по телевидению один раз в неделю. И мы с удовольствием слушали сказки. А наше воображение работало и создавало образы. Сейчас детям не нужно создавать образы. С годовалого возраста они получают их в готовом виде. Интерактивные книжки, которые издают звуки, двигают ручками-ножками, подмигивают нам глазками. Затем мультфильмы, компьютерные игры. Все это дает детям образы уже в готовом виде. Они просто не могут их сами строить. У них другая организация мозга. Вот в чем причина. Поэтому современным учащимся нельзя давать материал стандартно. Как говорят наши ученики, скучно. Поэтому я вам предлагаю взять в руки вместе с нашими учениками нескучную, нестандартно организованную книгу и с удовольствием, и с интересом изучать нормы речи. Итак, вернемся к первому моему посылу. Что ценного есть в книге «Нормы речи»? Ценные для нас с вами, готовящих выпускников к ЕГЭ, это бесспорно теоретические сведения, поданные в нестандартной, удобной для восприятия учащихся форме. Теоретические сведения, касающиеся арфоэпических, лексических, морфологических и синтаксических норм литературного языка. А в ЕГЭ есть целая серия заданий, ориентированная именно на проверку уровня владения этими нормами. Однако никакого владения, а тем более на необходимом уровне, не будет, мы это прекрасно с вами понимаем, если теоретический материал не будет отработан. И отсюда вытекает вторая ценность книги – это практическая направленность. И в нормах, и в практикуме представлен большой материал, который позволяет отработать все типы норм. Практические упражнения представлены в изобилии и, как говорится, в широком ассортименте. Это задания в тестовой форме, закрытого и открытого типа. Вот примеры заданий на отработку арфоэпических норм. Естественно, что среди тестовых заданий будут и задания в формате ЕГЭ, но мы им не ограничиваемся. Это будут задания творческого характера. Я их особенно люблю, эти задания, потому что они помогают на практике увидеть, чему мы научили наших учеников или студентов. Это проблемные вопросы. Они идут у нас под рубрикой «Подумай». Это упражнения на установление соответствия. Это упражнения на восполнение недостающей информации и как варианты этого упражнения. Упражнения, направленные на замену информации, изменение ее формы. В книге также представлены тексты и задания с элементами анализа текста. Упражнения, направленные на работу со словарями. Упражнения на редактирование предложений. Вот так они выглядят. А также задания, где ученикам самим предлагается составить текст и целая серия занимательных заданий. Большое количество и разнообразие заданий помогает осуществить процесс вариативности, индивидуализации обучения. Следующее для нас с вами ценность пособия – это его справочное сопровождение. В книге «Нормы речи» в конце содержится орфоэпический словарик, трудные случаи образования грамматических форм различных частей речи, а также глагольное и именное управление. Даже минимальная справочная платформа, которая сформирована на основе современных и авторитетных источников, поможет нам с вами приучить наших учеников работать со словарями. Это у нас с вами дома целые полки, заняты словарями и справочниками, причем книги с заслуженными потертостями, от долгого, от частого использования. В нынешние же дети словарями пользоваться не умеют. Википедия для них – это единственный и бесспорный авторитет. Ответ на любой вопрос они ищут в интернете. Часто, когда мои ученики не находят ответа в сети, не обнаруживают, либо обнаруживают, ну, неизвестно что, я говорю им правильный ответ и добавляю. Откройте, пожалуйста, справочные материалы на следующей странице и прочитайте вслух искомую единицу. Однако все достоинства нашего пособия или какого-либо другого пособия, предназначенного для подготовки к единому государственному экзамену, не будет иметь значения без контролирующей функции. Подготовить достойный фонд оценочных средств – это нелегкая задача не только для начинающего педагога, но и для достаточно опытного. Организовать процесс обучения, чтобы он обладал эффективностью, без четкого представления об уровне владения наших учеников, невозможно. Контрольные ресурсы, которые предлагают оба пособия, дают такую нам возможность. Они предназначены, предполагают несколько вариантов контроля и несколько уровней. В книге «Нормы речи» представлены после каждого раздела контрольные вопросы, который называется «Проверь себя». А уже в практикуме мы видим итоговые тесты по всем нормам. Итоговые тесты представлены в трех вариантах, естественно, с ответами. И в конце книги содержатся обобщающие тесты «Нормы речи», где мы как раз-таки можем уже проконтролировать освоенность языковой компетенции. Все задания, все тестовые задания даются с ответами. Кстати, расхождение между умением обнаруживать языковые явления, анализировать их и свободно использовать в письменной речи было отмечено как главная причина ошибок при анализе ошибок ЕГЭ-2016. Итак, как же нам выстроить стратегию и тактику ЕГЭ по русскому языку 2017, чтобы учесть все ошибки и недочеты предыдущей компании? Конечно же, стратегию мы будем основывать на формировании языковой и коммуникативной компетенции. А тактика будет базироваться на изучении всех видов норм литературного языка с постоянным и широким внедрением языковых умений в процесс речевой практики, как при выполнении конкретных заданий, так и при написании сочинения итогового и сочинения на ЕГЭ. Только таким способом мы доведем наше умение до уровня владений и сформируем компетенцию. К слову, о вопросе коммуникативной компетенции. В планах издательства и авторского коллектива, создавшего оба пособия нормы речи, еще одна интересная работа ориентирована на формирование коммуникативной компетенции. Это пособие по стилям речи, где также в такой же форме доступно, интересно, увлекательно изложена будет информация о функциональных стилях литературного языка. Мы расскажем детям в соответствии со всеми современными научными представлениями, но тем не менее в удобной и интересной для них форме, о внеязыковых и языковых особенностях каждого стиля. Расскажем о жанровом своеобразии и многообразии стилей русского языка. А также в этом пособии предусмотрена целая система специальных упражнений, которая призвана пошагово подготовить наших учащихся к самостоятельному, устному и письменному общению в рамках определенной сферы коммуникации, а также языковой разновидности, ей соответствующей. А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам пройтись по заданиям ЕГЭ и посмотреть, как можно научить учащихся выполнять эти задания, используя наши книги, как можно с ними работать, чтобы предупредить ошибки ЕГЭ-2016. Итак, в нашей книге нормы речи 4 раздела, ориентированные на основные типы норм литературного языка – орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические. Раздел 1 «Орфоэпические нормы литературного языка» призван подготовить обучающихся к выполнению задания номер 4. Чтобы наши ученики добились успеха при выполнении этого задания, первое, что мы должны сделать, это убедить наших учащихся, что другого способа, как выучить слова, в которых мы чаще всего допускаем ошибки, при произношении, при постановке ударения, нет. Но для того, чтобы их в этом убедить, необходимо обратиться к тому месту, к тому фрагменту первой главы «Орфоэпические нормы», где речь идет о специфике русского ударения. Ведь именно его разноместность и подвижность обусловливают отсутствие единого универсального правила, благодаря которому мы могли бы правильно произносить слова, правильно ставить в них ударения, не допуская ошибок. После этого мы акцентируем внимание наших учащихся на роли орфоэпического словаря и показываем подобный словарик в конце книги. Учим, как эффективно заучивать слова из него. При этом, подчеркну еще раз, наша цель состоит не в механическом натаскивании на задание, а в изучении норм и в конечном итоге на формировании языковой компетенции. Поэтому в книге предлагается целая серия тренировочных упражнений и заданий в тестовой форме, как раз-таки помогающих нам компетенцию сформировать. Итак, задания даются как в формате ЕГЭ, чтобы ученики привыкали к тому, как это задание выглядит, так и в других форматах, потому что мы ставили цель расширить, во-первых, охват языкового материала, во-вторых, отработать навык. Чем больше, чем чаще ученики будут встречаться со знакомыми с одними и теми же словами в разных вариантах, в разных формулировках заданий, тем лучше они их запомнят. А также мы старались развить у наших учеников внимательность и выработать навык видеть акцентологические ошибки в чужой речи и их не допускать. Выработки же умения не допускать ошибки в своей собственной речи способствуют совсем другие задания. Вот еще задания, посмотрите, пожалуйста. Так они могут выглядеть. Итак, для того, чтобы научить наших с вами учеников не допускать ошибки произносительные в собственной речи, предлагаются задания подобного рода. И, на мой взгляд, они являются наиболее ценными. Кстати, таким же образом можно, примерно на основе этого задания, можно построить работу с арафоэпическим словарем. Не просто говорить нашим ученикам, выучите к следующему уроку 10 слов на букву А, выучите к следующему уроку 10 слов на букву Б, а построить активными методами, действенными методами обучения. Мы можем задать домашнее задание, например, в такой форме. Составьте 10 предложений, в которых обязательно были бы использованы слова из арафоэпического словарика на такую-то букву. Мы можем усложнить задание и попросить наших учеников составить не предложение отдельное, составить связанный текст, чтобы в него были включены необходимые слова. Но поскольку классы у всех разные, уровень языковой подготовки и уровень, наверное, я бы сказала, творческого потенциала тоже разный, мы можем варьировать и усложнять задания по-разному. Мы можем заказать какой-то определенный жанр, написать синкве, например, чтобы в нем были использованы те или иные слова. И еще раз повторюсь, чем чаще ученик в практическом применении будет повторять слова, тем лучше он их запомнит. Вы будете удивлены, какие первые принесут вам на урок ваши ученики. Закончить разговор об акцентологических нормах мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на что. Вы, наверное, заметили, что языковой материал задания номер 4 включает еще и формы слов. Мы часто встречаемся с подержными формами имен существительных, с некоторыми, да, там, где возникают проблемы в постановке ударения, с формами прошедшего времени глаголов, с формами страдательных причастий, а также с краткими формами прилагательных и с формами сравнительной степени имен прилагательных. В пособии нормы речи дается как теоретический материал, чтобы мы могли эти нормы освоить. Посмотрите, да? Он понял, но она поняла. Он начал, но она начала. Объясняется норма. И дальше даются исключения, где такого переноса ударения на окончание в форме женского рода не происходит. Так вот, мы можем познакомить благодаря пособию наших учащихся и в теоретическом плане с материалом, с произношением норм, отдельных частей речи, и в практическом выполнить с ними большое количество разнообразных упражнений. А в практикуме вот такие, например, упражнения. А в практикуме еще и проверить уровень освоенности нормы. Давайте перейдем к следующему заданию. Это задание номер 5. Мы помним, что оно ориентировано на умение или на владение лексическими нормами литературного языка. В частности, на умение употреблять слова в соответствии с закрепленными за ними в языке значениями и не путать парономы. Согласно анализу ошибок ФИПИ ЕГЭ-2016, это задание показалось сложным большому количеству выпускников. Причем выпускников с хорошим уровнем подготовки. Почему так произошло? Я думаю, что главная причина кроется все-таки в ограниченности словарного запаса наших учащихся. Мы знаем с вами, что паронимы различаются значением, а также особенностями сочетаемости. Так вот, если со значением, с пониманием значения у наших учащихся все более-менее, ну хотя бы, потому что и контекст поможет догадаться, о чем идет речь, и все-таки они не в вакууме растут у нас, да и мы работаем небезрезультатно, а вот с возможностями сочетаемости уже немножечко все выглядит печальнее. Если мы предложим, допустим, вот такое предложение, и попросим слово «сыскать» заменить его паронимом. Это вызовет большие затруднения у наших учеников. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо сыскать уложение всего коллектива отдела. Если мы не выделим слово «сыскать» никаким образом, они даже не могут обнаружить ошибку. Если мы слово выделим и попросим заменить паронимом, они очень долго будут искать этот пароним, пароним и вряд ли найдут. Почему? Почему не видят дети ошибки? Слово «сыскать» и «отыскать» это одно и то же. Отыскать можно что угодно, этот пароним «сыскать» не имеет никаких ограничений сочетаемости. А вот его пара паронимическая «снискать» имеет ограниченную сочетаемость, потому что снискать можно только авторитет, доверие, уважение, славу, любовь и так далее, да, популярность. И вот этого наши дети не знают. Во втором разделе «Пособие лексические нормы» современного русского языка излагается очень понятна и просто информация о паронимии и ее закономерностях, закрепить которую можно выполнением разнообразных упражнений. Это задания в тестовой форме, это различные упражнения, задания на редактирование, на исправление ошибок в употреблении паронима. Эти задания как раз таки и помогают нам научить наших с вами детей различать паронимы по значению и по лексической сочетаемости. А сейчас я хочу запрыгнуть немножечко вперед и поговорить с вами о сочинении. Средний процент соответствия сочинений наших выпускников согласно анализу ошибок в соответствии речевым нормам всего лишь 62%. Это очень мало. Как бы мы не концентрировали наше внимание, наше усилие на отработке отдельных заданий по овладению лексическими нормами или грамматическими нормами, все наши недоработки все равно выплывут при проверке сочинения. Нарушение лексической сочетаемости, речевая избыточность, неуместное употребление различных лексических единиц. Эти и другие речевые ошибки и недочеты никуда не денутся. И мы можем сколько угодно в индивидуальном порядке объяснять каждому из наших учеников, за что мы конкретно в каждом случае снизили оценку в сочинении, указывать им, что обозначают наши пометки на полях, да, что-то за загадочные буквы R с цифрами и так далее, или G, да, речевые грамматические ошибки. Если мы не будем работать систематически и целенаправленно над всеми видами норм лексическими, синтаксическими, морфологическими, стилистическими, результата не будет. Оба пособия, которые я вам сегодня представляю, нормы речи и практику нормы речи, такую возможность нам дают, причем как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Посмотрите, пожалуйста. Вот задание, где мы предлагаем учащимся найти предложения, в которых нарушена лексическая сочетаемость. Естественно, что материал, который дан в теории, в правилах, все эти речевые ошибки объясняет и в доступной форме иллюстрирует примерами и объясняет, почему так нельзя говорить или писать. Вот упражнение, которое призвано предупредить другую речевую ошибку, речевая избыточность. А до этого наши ученики знакомятся с понятиями тавтология и плеоназм. Ошибки в употреблении фразеологизмов многочисленны и разнообразны. Поэтому мы предлагаем нашим учащимся запомнить, что фразеологизм это устойчивое сочетание. Состав его менять нельзя ни в коем случае. Найдите ошибки, исходный вариант, исправленный вариант, обязательно исправьте их сами. Все сказанное касается, конечно, и грамматических ошибок. Вот упражнение хорошее, в котором предлагают найти предложение, где нарушено стилистическое единство. Когда мы сталкиваемся с таким речевым недочетом, как нарушение, вернее, неуместное употребление, неуместное соответствие стилю, текста, неуместное употребление каких-то лексических единиц. При помощи второго раздела лексические нормы мы не только можем отработать задание номер пять, как я уже сказала, не только построить работу по предупреждению речевых ошибок и недочетов, но еще и поработать над подготовкой вот еще такое упражнение по грамматике. вот упражнение. Ну и поработать над заданием посмотрите, это синтаксис уже пошел в управлении и в именном и в глагольном огромное количество ошибок. я имею ввиду задание двадцать четыре. Мы можем построить очень эффективную работу по подготовке к качественному выполнению этого задания. В последнем параграфе раздела лексические нормы содержится информация о лексических средствах выразительности. Очень интересно рассказывается о тропах с красивыми и интересными примерами. Естественно, синтаксические средства выразительности рассмотрены в другом разделе синтаксические нормы. В пособии дается целый комплекс специальных упражнений и заданий, направленных на освоение школьниками образных лексических и синтаксических средств. Есть упражнения на узнавание тропа, есть упражнения на узнать его, да, и квалифицировать выдели, подчеркни красным цветом эпитеты, желтым цветом метафоры, зеленым цветом олицетворения и так далее, и так далее. Есть большое количество упражнений по овладению лексическими и синтаксическими экспрессивными средствами, где наши ученики сами выступают творцами этих средств образности и выразительности. И если такая работа будет систематизирована, если такая работа будет введена ваш в каждый урок, хотя бы фрагментарно, хотя бы чуть-чуть, мы в итоге увидим немножечко другого качества сочинения с собственными интересными выразительными оборотами, а не с шаблонными кочующимися, кочующими из одного сочинения другой фразами. Следующий раздел пособия морфологические нормы. Вот посмотрите такое упражнение. Еще раз вернусь, да, дополните каждый ряд эпитетов своими примерами. Можно принести на занятие словарь эпитетов Горбачевича и показать учащимся, что слово лицо является рекордсменом в русском языке по количеству эпитетов около 600 различных образных определений встречаются в книгах наших писателей именно по отношению к слову лицо. На втором месте идут слова глаза и так далее, и так далее. Предложите учащимся дополнить ряд и поверьте, этот ряд может быть бесконечным. Итак, морфологические нормы. Следующее задание номер 6. Как видим, задание ориентировано на проверку уровня владения морфологическими нормами в области знаменательных частей речи. В нашем пособии содержится материал, касающийся всех необходимых частей речи, изучив который, мы сможем не только отработать с учениками названное задание, но и предупредить грамматические ошибки, как я уже это сказала в тексте сочинения. Материал раздела структурирован по частям речи имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, место имения и далее глагол причастия, идеи причастия. Теория дается понятно и кратко, причем сопровождается большим количеством таблиц, справочных материалов. Вот так дается теория. Эти таблицы помогают нам запомнить, как всю норму в целом освоить, также и запомнить образование отдельных грамматических форм. Вот наши литературные и разговорные варианты. Если разговорные мы еще предлагаем избегать произносить, то просторечные просто квалифицируем как ошибку и объясняем нашим ученикам, почему так ни в коем случае нельзя говорить. Тренировочные упражнения разнообразны, даются пошаговы и направлены на разные уровни освоения норм. Обнаружение и распознание ошибки, вот они, исправление ошибки, образование правильной грамматической формы, такие упражнения были уже показаны ранее на редактировании, а также свободное употребление в собственной речи нормативного варианта слова-формы. Предлагаем составить инструкцию для выполнения утренней гимнастики и просим поставить в нужную форму повелительное наклонение глаголы и смотрим, насколько освоена норма. Не обойдены внимания в книге и синтаксические нормы. Они представлены в четвертом разделе нашего пособия. Изучение этого раздела поможет нам в подготовке учащихся к выполнению задания номер 7. Это задание высокого уровня сложности и никакого прогресса в его выполнении анализ ошибок ЕГЭ 2016 не продемонстрировал. Помимо неоспоримой сложности задания еще расширен и языковой охват материала. Расширено, да, в данном задании проверяются знания выпускников касающихся норм именного и глагольного управления, согласования подлежащего и сказуемого, употребление предложений несогласованными приложениями, причастными и депричастными оборотами, однородными членами, а также построение предложений с косвенной речью, построение сложных подчиненных предложений и употребление глаголов сказуемых, да, вида временной соотнесенности глаголов сказуемых. Информация о перечисленных нормах дается в книге списочно, а также в виде схем и правил. Коротенький я вам тут выбрала, чтобы продемонстрировать. сам формат задания установления соответствия взят за основу не только в четвертом разделе книги и в практикуме, где таких заданий много. Он взят и за образец, чтобы к этому формату привыкали наши ученики и при изучении других типов норм в других разделах книги. Ну вот здесь перед вами на овладение орфоэпическая норма ударения, постановка ударения, лексические и морфологические я вам уже показывала и синтаксические нормы. Неоценимую помощь нам окажут справочные материалы, трудные случаи управления, именное глагольное. Обращаемся постоянно, когда испытываем затруднения, при выполнении упражнения, при написании сочинений. Система упражнений по закреплению синтаксических норм построена по тому же принципу, что и по морфологическим нормам. Также точно упражнения даются пошагово и ориентированы на все уровни освоения знаний. Поэтому все это способствует не только отработке задания номер 7, но и предупреждения грамматических ошибок. При выполнении задания номер 25, задания повышенного уровня сложности. Подчеркнуть важность нашей с вами работы по изучению норм и формированию языковой компетенции может еще не только то, что наши ученики пишут два сочинения по русскому языку, итоговое и сочинения на ЕГЭ, но наши ученики еще пишут сочинения при сдаче экзамена по литературе, а также на ЕГЭ по истории и по обществознанию. Ответственность и авторитетность нашей работы значительно возрастает. Это то, что мы называем межпредметные связи, межпредметные связи в реальности. Это результат сформированности языковой и коммуникативной компетенции. И чем старше будут наши выпускники, чем больше составляющих социальных, профессиональных будет включать их личностный потенциал, тем более актуальнее будет жизненная востребованность их компетентности, в том числе и языковой. И сейчас, перед тем, как закончить наш с вами разговор, я хочу познакомить вас с еще одной новой книгой, которая вышла в издательстве «Легион» и уже есть в книжных магазинах. Создана она под редакцией Натальи Аркадьевны Сениной «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2017». 25 тренировочных вариантов. Книга интересна и цена еще тем, что помимо достаточного количества тренировочных вариантов, здесь содержится пошаговое описание выполнения всех заданий ЕГЭ, включая сочинения. А также идет один вариант с подробными комментариями и методическими советами. Пособие рассчитано как на аудиторную работу одновременно со всем классом, так и на домашнюю индивидуальную подготовку к экзамену. Уважаемые коллеги, если у вас возникли вопросы по той информации, которую я сейчас изложила, я с удовольствием на них отвечу. вопросов нет. Вопросы, наверное, возникнут, когда мы будем работать активно, да, всегда вопросы возникают в работе. Спасибо. Спасибо. Если вопросов нет, тогда я вам желаю удачи и хорошей погоды за окном осеннее. Спасибо. Всего доброго. До свидания.